Коллеги, во-первых, с Новым годом, во-вторых, завершив многотрудную часть, связанную с западным китоведением, надо сказать, что, к сожалению, уже сейчас должен сказать, что я бы многое сейчас мог бы и хотел туда добавить. Это, конечно, какая-то очень печальная необходимость попытаться запечатлеть постоянно меняющийся материал у меня в голове. Надеюсь, что когда-нибудь мы с вами получим нечто более качественное, чем то, что вы только что слушали. Мы с вами переходим к последней части курса, а именно истории российского китоведения. И здесь, конечно, в общем-то у России были немалые основания для того, чтобы в числе первых стать страной, изучающей, по крайней мере, интересующуюся Китаем. И, в принципе, мы с вами вполне могли бы, может быть, начинать наш с вами рассказ с каких-нибудь дружинников князя Ярослава Всеволодовича, которые, вероятно, помогали Иоанну Плану Карпине, по крайней мере, переводить с монгольского. А может быть, и сами давали ему какие-то материалы, мы с вами про это говорили. Могли бы остаться какие-нибудь интересные заметки от тех русских дружинников, которые в XIV веке служили в императорской Юаньской гвардии. Но, к сожалению, ничего этого не произошло, никаких следов этого не осталось. И поэтому, практически первое, с чего мы можем начать рассказ о том, что русские знали о Китае, мы можем начать с такого классического произведения о Востоке XV века, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, который в Китае, естественно, не был, но находился неподалеку сравнительно в Индии, поэтому у него, в его книге есть некоторая информация о Северном Китае, которую он называет Хатай, понятно, и Южном Китае, которую он называет Чин и Мачин, и есть кое-какие сведения о производстве, например, в Китае фарфора, но, само он, повторюсь, там не был. История таких настоящих контактов воздвигается еще позже, уже на XVII век, примерно тогда же, на самом деле, когда и история постоянных контактов с Китаем западных держав. Здесь просто, видите, Россия, к сожалению, пропустила вот этот монгольский период, который многим другим кое-что дал. И здесь это в основном сначала история попыток посольских контактов. Почему попыток? Потому что, как и практически все остальные христианские посольства, они по умолчанию не достигали результата, поскольку послы эти не могли принять требования китайского, затем манчжурского придворного этикета, предусматрившего в том числе, например, к Хоут-Хоу, то есть, значит, земной поклон перед императором. Иногда даже этого требовали при въезде в столицу, прямо в воротах. И поскольку все эти послы были представителями христианейших монархов, то они считали, что вот таким унижением себя перед языческим монархом они унизят своих правителей, которых послали, поэтому отказывались от этого и, соответственно, дальше уже двигаться не могли. Тем не менее, эти посольства дали кое-какие результаты и, по крайней мере, наметили какие-то пути, которые потом начали использоваться. Первым посольством, о котором мы знаем, было посольство 1618 года томского казака Ивана Петлина, который побывал в Пекине. Главным его достижением было открытие ранее неизвестного пути в Китай через Саяны, Гоби, вдоль Великой Стены, затем через Джанзяк-Хоу, тогда он назывался Калган. Это город в 150 километрах к северо-западу от Пекина. По возвращению он составил довольно интересный доклад, который назывался «Роспись к китайскому государству и лобинскому, и иным государствам, жилым, и кочевым, и улусам, и Великой Аги, и рекам, и дорогам». Он сохранился в рукописи, вот в такой вот замечательной. Первое издание его вышло в 1818 году, поэтому, в общем, при жизни автора, так сказать, особенно это замечено не было. И разделило судьбу грамоты, которую Петлин получил от императора, кстати, довольно милостивую, которая предлагала русскому государству, так сказать, активизировать какую-то там торговлю и вообще отношения. Империя Мин в этом плане была даже, может быть, несколько более расположена, чем другие. Но, к сожалению, узнать об этом не удалось, потому что прочесть эту грамоту было некому. И лежала она до 1675 года, по-моему, в Тобольске, что ли. И только в конце 17 века нашелся человек, который ее прочтет. Поэтому вот такие данные, которые никому не пригодились, потому что никто не мог их воспринять. Когда империя Мин пала в 1644 году, и Китай завоевала манчжурское государство ЦИН, то контакты между Россией и восточным соседом активизировались, поскольку начались военные столкновения. Это всегда, знаете, очень способствует всякому взаимному интересу. Дело в том, что примерно одновременно Преамурья оказалась объектом военных и экономических притязаний как русского государства, вернее, казачьих отрядов, которые там собирали, ясак, значит, со всяких местных жителей, так и манчжуров, которые как раз, в общем, достраивали свое государство на севере. И тоже там была такая немножко серая зона, в которой собирали тоже условный ясак. Но правильное управление было далеко не везде. Соответственно, из-за того, что некоторые селения, каких-нибудь дауров, да, оказались под двойным налогом, это вызывало всякие неприятности. Время от времени случались, начали случаться столкновения между русскими и манчжурскими отрядами. И все это вызвало у Москвы волнение, поскольку было понятно, что воевать, в общем, с манчжурами там так далеко будет непросто. Поэтому в 1656 году в Пекин прибыло посольство Федора Исааковича Бойкова, который прошел в Китай другим, более длинным путем, через восточный Казахстан, южный район изнутренней Монголии. Официальная цель его посольства достигнута не была, поскольку кланяться, значит, языческому монарху он не хотел, да и с подарками у него было с собой, по-моему, не очень хорошо, которые надо было поднести. Но зато информацию он собрал довольно изрядную, и им был написан статейный список, в котором было рассказано о новом пути в Китай, о котором ничего не было ведомо до этого ни в России, ни на Западе, деталях жизни и быта китайцев и манчжуров, о столице Цинской империи и многом другом. Список его вызвал большой интерес. Он вышел в Париже между 1666 и 1672, затем был переведен на латынь, немецкий, английский и другие западные языки, но в России появился только в 1755 году по-русски, так что вот здесь тоже ярко показывают, что очень многое из собранной информации в самой России не слишком было востребовано. Гораздо лучше было подготовлено посольство 1676 года, которое возглавил Николай Гаврилович Мелес Куспофарий, сам яркий и интересный человек. Он был выходцем из молдавских бояр, учился в Константинополе и Падуе, изучал философию, историю литературы, математику и естественные науки, знал турецкий, арабский, латинский, итальянский, греческий языки, вот такой вот восточноевропейский интеллектуал. Он первым из европейцев попал в Пекин, пройдя вдоль Большого Хингана, то есть они дошли по условно-русским территориям Донерчинска, а потом спустились на юг. Результатом его поездки явилось описание первой части вселенной, именуемой Азией, в ней же состоит китайское государство с прочими его городами и провинциями, который был закончен в 1677 году. Описание это, в общем, разделило судьбу списка Байкова. В России его опубликовали только в 1910-м, а во Франции оно было почти целиком включено в книгу Филиппа Авриля, которая была издана в Париже в 1692 году. Ну а что касается реальной цели посольства, то, несмотря на то, что посольство с Пафари было подготовлено гораздо лучше, и там были даже какие-то специалисты, кто-то из них, как расскажется, даже прочел лежащие где-то в Тобольске письма, привезенные Петлиным и Байковым. Но, в общем, результата также не было по тем же самым причинам. Кланяться языческому монарху они не могли, и, соответственно, весь этот огромный путь с точки зрения дипломатических задач оказался довольно бессмысленным. Ну, здесь, поскольку мы с вами упомянули Филиппа Авриля, а в французской китаеведине мы про него не говорили, то я думаю, что можно немножко на него отвлечься, тем более, что этот человек с удивительной, на мой взгляд, судьбой. Он был иезуитом, преподавал философию и математику в Париже, интересовался Китаем, и в 1685 году Людовик XIV решил отправить в Китай несколько самых грамотных ученых придворных, прежде всего, иезуитов, для того, чтобы усилить там, так сказать, иезуитскую группировку и влияние на монарха. Прежде всего, это были математики, большинство из них отправилось по морскому пути, а Авриль вместе с несколькими спутниками решил отправиться сухопутным путем, заодно его разведать, то есть через Россию. В 1685 году он из Марселя доплыл до Сирии, там прошел через Малую Азию до Эрзрума, и из Эрзрума добрался в Москву, это был уже январь 1687-го, однако в Москве закономерно раньше им двигаться не дали, формальным поводом было то, что в грамоте, которую Людовик им с собой дал, было пропущено два слова из титула Алексея Михайловича, но по факту, естественно, просто не хотели пускать, чтобы они не разведали, как попасть в Китай, потому что эту информацию в Москве считали государственным достоянием, хотя, в общем, мы сами, я думаю, не очень хорошо это понимали, поскольку мы с вами видели, каково было внимание к запискам тех, кто этот путь разведывал. Авриль вернулся, отправился в Варшаву, поскольку надеялся там получить поддержку короля Яна Собесского, а его спутник Луи Барнабе отправился по морю во Францию, чтобы, значит, получить новую грамоту, но в Балтийском море его корабль потонул. В Варшаве Авриль записал собранную в Москве информацию о Сибири и Китае, в том числе включением донесения с Пафари, которым удалось собрать в Москве. Это вот, собственно, в основном вот эта книга, про которую мы говорили. В 1689 году он вернулся в Москву, но разрешение снова не получил, поскольку царское правительство сказало, что поскольку мы не можем обеспечить вам безопасность, то и дать вам подорожное мы также не можем. В итоге он был вынужден вернуться через Константинополь во Францию, где опубликовал свою замечательную книгу. Однако надежды попасть в Китай он не терял, и в 1696 году ему удалось уже морем прибыть в Гуа, где он застрял на два года, поскольку в этот раз уже португальские власти, так сказать, не дозволяли по каким-то причинам ему отправиться дальше. И, наконец, в 1698 году он зашел на корабль, управлявшийся в Китай, который пропал в море в районе Тайваня. То есть это китаист, который практически значительную часть своей жизни пытался, несмотря на все трудности, добраться до Китая, но так туда и не попал. Тем не менее, книга его сыгала в свое время очень важную роль, и поэтому мы имеем право помнить его и его вклад. Ну, вернемся, соответственно, к России. Стычки в Преамурье, несмотря на все эти посольства, только нарастали. И в 80-х годах главным камнем преткновения стала крепость Албазин, которая была возведена казаками на манчжурской, с точки зрения манчжур, территории. Крепость эта в 1685 году была взята манчжурским войском, причем с очень большим перевесом как в количестве солдат, так и в артиллерии. Про это можно послушать, соответственно, в моей лекции про соответствующий период. И стало понятно, что надо срочно договариваться, поскольку иначе даже, собственно, действительно уже давнишние русские города типа Нерчинска и Иркутска могут оказаться взятыми манчжурскими войсками, которые в это время вполне могли это сделать, в то время как русским противостоятиям было особо не в чем. Они были вполне сильны для того, чтобы держать в подчинении сибирские народы, но с огромной манчжурской империей, тем более находящейся на пике своего могущества, в общем, конечно, сражаться не могли. В итоге в 1686 году в Китай было отправлено посольство Федора Алексеевича Головина, который в 1689 году в Нерчинске подписал первый русско-китайский договор, Нерчинский договор, по которому Россия отказывала от Албазина, но зато граница была кое-как проведена, и главное были установлены правила торговли. Прежде всего, это была торговля пограничная, собственно, в Нерчинске, а затем с 1728 года, когда был заключен Кяхтинский договор, то добавился еще один пункт пограничной торговли Кяхта, но на самом деле там еще был один не менее важный, и три раза в год можно было отправлять караваны в Пекин, не более чем 200 человек в каждом. Это было важно, поскольку Китай стал очень важным рынком сбыта, собственно, сибирских мехов, за которые получали всякие китайские товары, все больший и больший процент в котором стал занимать чай, и в дальнейшем вот эти вот как раз, именно эти договора стали началом так называемого чайного пути, караванного пути, караванной чайной дороги через Россию, который стал основанием для знаменитого феномена чайной торговли русской, было огромное количество купеческих домов, и таким поздним, но теми ярким памятником этого, конечно, является магазин чай-кофе, рядом с чистыми прудами, которые, я надеюсь, москвичи, по крайней мере, себе представляют. Ну, это мы несколько отвлеклись, тем не менее, под посольство Головина, который сам в Китае не был и, собственно, за предел русской территории, вообще практически не выезжал, поскольку даже договор подписывался в Нерчинске, между прочим, в окружении довольно недружелюбных манчжурских войск, сильно превышающих все количество стрельцов, что было у Головина с собой, тем не менее, посольство это оказалось успешным, мир был заключен, границы поделены, и это стало основанием для дальнейших, в общем, довольно ровных отношений России и Китая на протяжении очень долгого времени, и, собственно, после Нерчинского и Кяхтинского договоров следующие договора подписывались уже во второй половине XIX века, в совершенно других исторических условиях, потом мы про это с вами еще немножко поговорим. В это же время, исходя из тех же соображений, собственно, необходимости контактов с Россией, в 1708 году по приказу императора Сюанье в Пекине была открыта школа русского языка, которая, впрочем, больших успехов не принесла, но самое главное было, собственно, не в этом. А самое главное было в том, что в 1685 году при первом штурме Албазина, когда крепость пала, порядка 45 человек русских казаков приняли предложение манчжуров о переходе в манчжурское подданство, были включены в императорскую гвардию, объединены в особую русскую сотню и поселены в Пекине. С ними был священник с иконой Николая Чудотворца, им была выделена кумир, на который было разрешено переделать под церковь, и вот, так сказать, там они несли свою службу Багдыхану. В 1712 году священник умер, и казаки эти, так сказать, ренегаты, но тем не менее все-таки православные люди, стали писать в Петербург, это уже было время Петра Первого, по поводу того, что вот прислать бы им священника, поскольку иначе они тут растеряют православную веру, они так, как люди православные, не могут. Начались переговоры, которые, конечно, со стороны России не столько имели задачи и кормления этих чужих граждан, сколько пытались зацепиться за ситуацию для того, чтобы получить возможность время от времени отправлять кого-нибудь, или даже постоянно иметь кого-нибудь в Пекине, что тогда мало кто имел. Мы с вами говорили, что иезуиты получили эту возможность только благодаря собственному, огромному собственному образованию и услугам, которые они оказывали при дворе, и положение это было крайне непрочное. Поэтому вот получить что-то похожее Петру, конечно, казалось очень важным, тем более сохранились письма, в которых он, в общем так, грезит о обращении Китая в православие, и это довольно интересно для человека, которого самого, конечно, православным можно назвать довольно условно, но, тем не менее, здесь ему виделись всякие блестящие перспективы, поэтому он очень активно этим вопросом велел заниматься, и в итоге разрешение на приезд в Китай священников от манжурского правительства было получено. В 1715 году первая группа отправилась в Пекин, в 1716 они прибыли туда, и, собственно, с 1716 начинается история так называемой русской духовной миссии, в Пекине, чей статус был официально закреплен Кяхтинским договором 1728 года. Соответственно, приглашены они туда были для того, чтобы окармлять потомков вот этих албазинцев, албазинских казаков, и на время пребывания в Пекине они переходили также официально в манжурское подданство, тоже должны были носить косу, которую предписывали все подданы манжурского императора в качестве единственной допустимой мужской прически, это была манжурская прическа, соответственно, она маркировала верность манжурским обычаям, манжурскому правителю. Вот все эти русские священники, монахи должны были также эту прическу, ну, по крайней мере, формально носить, получали жалования, что-то они, конечно, получали от российской казны, но вообще-то формально они переходили на содержание манжурского двора, и это позволяло обойти многие манжурские запреты, да, по поводу нахождения иностранцев на территории Поднебесной, вот поскольку они переходили в подданство, то, значит, никакого нарушения не было. Соответственно, таким образом Россия получила совершенно уникальную возможность постоянного представительства, причем не основанного на каких-то личных качествах и постоянной борьбе, вот такого закрепленного договоренностями, да, постоянного представительства в столице империи ЦИН, ничего подобного ни одна другая держава не имела, да, орден иезуитов боролся за это постоянно, и часто ему не удавалось там удерживаться, а вот Россия помогла, и даже сам факт того, что этим уникальным прибором Россия пользовалась гораздо меньше, чем могла бы, хотя с другой, может, пользовалась бы больше, то ему не удалось просуществовать так долго, не отменяет уникальности этого явления. С 1860 года, соответственно, только появилось посольство Российской империи в Китае, может, только тогда, после конца, так называемой, войны стрелы, или Второй опиумной войны, собственно, были разрешены открытия посольств, и тогда миссия, соответственно, уже занималась чисто духовными делами, а до этого она совмещала огромное количество всяких нужд, мы про это еще с вами поговорим, и разведывательные, и представительские, какие только нет, при том, что люди, которые туда отправлялись, конечно, часто были для этого не совсем пригодны, или пригодны, но хотели, на самом деле, совсем другого. В качестве визуальной картинки я хотел бы вам показать замечательный храм всех святых мучеников, который был построен в 1903 году главой миссии Иннокентием Фигурновским, он здесь, собственно, этой фотографией тоже размещен, и мы с вами про него еще будем несколько раз говорить. Храм этот был посвящен памяти 222 китайских православных, которые были убиты китайцами во время восстания и хатуаней. Тогда, собственно, очень многие китайские христиане пострадали, но католики и протестанты своих в большей степени спасли, чем православные, которых было мало, но, тем не менее, вот сам состав миссии не пострадал, а китайцев спасти никто особенно и не пытался. Почему эти 222, это только те, что были известны по имену, а сколько погибло еще, это довольно трудно сказать. Храм этот, который очень трудно себе представить в современном Пекине, да и вообще в Китае, был взорван в 1956 году. На его месте, которое находится на территории России посольства Российской Федерации в Пекине, поскольку посольство унаследовало территорию миссии, стоит памятный знак. Миссия функционировала на протяжении более, почти 250 лет. Последняя миссия, 20-я, была официально распущена в 1956 году. Покинул Китай и выехал в СССР. Надо сказать, что Виктор Святин до этого, в течение долгих лет, это с 1933 года, после смерти как раз Иннокентия, был архиепископом китайским и пекинским, православной церкви за границей, с 1945 года перешел под введение Московского Патриархата, и после возвращения в СССР был архиепископом краснодарским и кубанским, и умер в 1966 году в сане митрополита. Надо сказать, что отъезд Виктора Святина из Китая в 1956 году был связан также с образованием автономной китайской православной церкви Московского Патриархата, которая, впрочем, имеет довольно печальную историю. В нее был всего один предстоятель. Это был албазинец Василий Шуан, Яо Шуан Линь, из семьи Яо, или Яковлевых. Он умер в 1962 году, и после его смерти церковь вдовствует, поскольку китайские власти не позволяют, собственно говоря, назначать там никаких предстоятелей. С 1997 года Пекинскую, Тиндзинскую, Шанхайскую и Харбинскую епархиями временно управляет Московский Патриарх, Синдзянской епархии временно управляет митрополит Астанайский, а приходами во внутренние Монголии епископ Читинский и Краснокаменский. На всю Китайскую православную церковь действуют четыре храма, не считая тех, которые на территории, значит, всяких, по-моему, диплом на наших посольств и консульств, которые подчиняются непосредственно Московскому Патриархату. Албазинцев сейчас, как считается, около 250 человек, живут они в основном в Пекине. По-русски, конечно, почти никто не говорит, но многие, тем не менее, считают себя православными, хотя с 60-х годов в Пекине православных храмов нет. Сейчас недавно, вот уже в 2000-х, открылась церковь на территории посольства, но, естественно, она для пекинцев недоступна. Вот такая довольно грустная история, но, тем не менее, сам феномен русской духовной миссии в Пекине замечательный, очень интересен, и помимо роли в истории православия, конечно, очень большую роль, огромную роль она сыграла в истории русского китай-видения, и как у наших западных собратьев был францисканский и езуитский период в истории китай-видения, у нас есть свой вот такой вот православный период, связанный с деятелями русской духовной миссии. Уже в 1734-1735 годах сотрудникой миссии была проделана определенная работа по составлению китайско-манжурско-русского словаря, по которому священники учили оба языка, его привезли в Москву, но там он пропал, и поэтому ничего конкретного о нем не известно. К сожалению, про пропажи рукописей, не только словарей, но и других трудов-членов миссии мы с вами сегодня будем говорить много, потому что это, пожалуй, самое главное, что их объединяет. Из числа первых деятелей миссии, про которые, в общем, стоит поговорить, пожалуй, стоит вспомнить Иллариона Калиновича Рассохина. Он родился в Забайкалье в 1925 году, был одним из первых принят в школу монгольского языка при Иркутском Вознесенском монастыре, которое было основано настоятелем монастыря, архимандритом Антонием Платковским. Вот этот самый архимандрит Антоний в 1728 году был назначен главой второй русской духовной миссии, он сказать, что они по 10 лет примерно там проводили и потом возвращались обратно, и с собой в Китай он взял наиболее способных учеников своей школы, в том числе и Рассохин. С 1729 по 1741 Рассохин находился в Китае, учил китайские манчжурские языки, с 1735 года был зачислен переводчиком в Палату инородческих дел, это по-китайски Ли Фань Юань, правильнее переводить как Палата исправления инородцев. Это был такой специфический орган, который занимался контактами Цинской империи со всякими вассальными, полувассальными народами, с монголами, с тибетцами, с бурятами, и в частности с Россией. Дело в том, что вот этот мерчинский договор, который Россия считала международным договором, в общем, договором равным, Китай хотел воспринимать как договор с Юзереной и вассалой. Соответственно, вплоть до середины 19 века отношениями с Россией ведал вот эта вот инородческая палата, которая, в общем, не совсем ее можно назвать Министерством иностранных дел, по крайней мере, только для отношений с Россией. Эта функция хоть как-то работает, а с остальными иностранцами, в отношениях с остальными иностранцами ведали совершенно другие департаменты. Это, кстати, тоже довольно симпатичная информация, на мой взгляд. Соответственно, вот в этом Ли Фань Юане Рассохин работал переводчиком, преподавал там русский язык по переведенной на манжурский грамматике с матрицкого. В 1741-м вернулся в Россию, был передан в распоряжение Академии наук в качестве переводчика. Это, кстати, было очень характерно. Если человек не был духовного звания, то он после возвращения из миссии передавался в какие-нибудь государственные органы. В дальнейшем мы с вами увидим, многие переходили в видение коллегии иностранных дел, но вот Рассохин попал в видение Академии наук. В том же 1741-м он организовал первую в России школу китайского и манжурского языков, которая просуществовала 10 лет. Многие выпускники в дальнейшем становились членами русской духовной миссии в Пекине. Там для цели преподавания, а Рассохин преподавал так, как его самого учили, значит, китайские учителя Сеншина в Пекине, им были переведены на русский, китайские учебные тексты саньцзэдзин, то есть травесловный канон и тяньцзэвэнь, тысячесловие. Также им был переведен манжурский разговорник, составлен небольшой русско-китайский словарь, но все это осталось в рукописях, не изданное. Рассохинам были разработаны первые русские транскрипции для китайского и манжурского языков, не очень удачные, тем не менее первые. За годы работы в Академии наук им были переведены многие манжурские и китайские тексты о том, историческом и географическом содержании. Важнейшим из изданных является перевод аж в 16 томах текста Батит Хунджи, то есть сводный трактат о восьми знаменах. Важнейшего документа о манжурской армии, как раз состоящей из манжурских, монгольских и китайского знамени, это были такие военно-административные деления, соответственно, учитывающие не только их мобилизационные всякие необходимости и собственные действия во время войны, но и управление в мирное время. Занимался переводом этого трактата он вместе с Леонтьевым, про который мы с вами еще поговорим, и вышло это, как видите, только после смерти Рассохина. Труды его, как я уже сказал, при жизни практически не публиковались, около 30 его работ хранится в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Жил он в нужде, лишь за год до смерти был произведен в подпоручике за сыскание географической карты всего китайского государства и за перевод ее. Всего им было изучено и составлено в рамках этой работы 79 географических карт Китая, прилегающих территорий. Картам было приложено подробное описание названия и мест с указанием градусов, но упубликовано это тоже не было. Надо сказать, первый китаец или, по крайней мере, бывший подданный империи Цин появился в Петербурге даже немножко до возвращения Рассохина. Это был некий Джоу Гэ, про которого мы почти ничего не знаем, кроме того, что он жил в Петербурге с 1737 года, был крещен Федором Петровым и имел чин прапорщика. Скорее всего, он был манчжуром и с 1739 по 1743 даже преподавал китайский, наверное, манчжурский язык, правда, всего двум ученикам, одним из которых, впрочем, был Алексей Леонтьевич Леонтьев, про которого мы с вами сейчас поговорим дальше. Он неплохо учился у Джоу Гэ и затем был послан в Пекин, где пробыл с октября 1743 по июнь 1755 в рамках русской духовной миссии по возвращению на родину. Он начал вместе с Рассохиным работать над текстами. Их главной совместной работой было как раз вот это уже упоминавшееся 16-томное описание восьми манчжурских знамен, которое было закончено в 1762, но напечатано только в 1784. Расцвет научного творчества Леонтьева пришелся на период после 1769 года, когда он начал сотрудничать с журналами известного просветителя и общественного деятеля Новикова. И именно в журналах Новикова он опубликовал довольно много своих работ, прежде всего, переводов с китайского. И это, например, вот такое в двух частях вышедшее четверокнижие, из которых из четверокнижия вышло, соответственно, Дасю и Джун Юн. Прошу обратить внимание на совершенно замечательные транскрипции. Также им была опубликована часть перевода Идзина, а также уведомление о чае и шелке, описание китайской шахматной игры. И по специальному приказу Екатерины Второй им была проведена огромная работа по переводу на русский язык Цинского кодекса законов. С манчжурского языка он был переведен и в 1782-1784 в трех томах издан. Вот такая вот красивая книжка, к сожалению, до сих пор не переизданная, хотя надо бы, потому что Цинский кодекс у нас с тех пор никто, к сожалению, не переводил, а все-таки по нему вся Восточная Азия практически жила с середины 17-го до начала 20-го века, а во многих случаях, например, в Гонконге очень многие части вот этого традиционного права действовали даже еще в 70-х годах 20-го века, если я не ошибаюсь. Так что, в общем-то, перевод его полезен, и здесь хотя бы переиздание перевода Леонтьева с какими-то дополнениями было бы, конечно, замечательно. Я надеюсь, что вскоре, может быть, это произойдет. Отметим, между прочим, что очень важную часть работы как Рассохина, так и Леонтьева составляла перевод именно с манчжурских текстов, и это совершенно не случайно, поскольку тогда, как вы понимаете, манчжурский язык был одним из государственных языков империи Цин, и на манчжурский переводилось, помимо того, что создавалось много текстов изначально на манчжурском, и логично, что существовало, например, кодекс законов на манчжурском, но многие, даже и китайские традиционные тексты, причем не только исторические, но и, скажем, философские или литературные, все это переводилось на манчжурский язык, причем это была очень на высоком уровне поставленная переводческая работа, и в дальнейшем многие китаисты, это, кстати, касается далеко не только русских китаистов, но и многих западных, предпочитали работать именно с манчжурскими текстами, поскольку они были короче, проще, естественно, за то, что язык алфавитный с ним было легче работать, чем с аэрографическим, поэтому манчжуристика, собственно, в России появляется тогда же, когда и китайведя не очень долго не идут рука об руку. Из этого первого поколения китаистов, пожалуй, также стоит вспомнить Антона Григорьевича Владыкина, который был калмыком, остался сиротой во время бегства калмыков обратно на родину, в Джунгарию, в 1771 году, когда где-то две трети, наверное, а может даже и больше айратов приволжских ушло на восток, и уходили они очень тяжело через казахские степи, многие были рассеяны атаками казахов, и вот в числе потерявших свою семью был Антон Григорьевич, который, значит, был подобран, крещен, воспитан в Астрахани, в сиротском доме, в 1775 году поступил в семинарию Троицы Сергеевой Лавры, в 1780-м определен в состав седьмой миссии, которую возглавлял Аким Шишковский, вернулся он из Китая в 1794 году, работал переводчиком в коллегии иностранных дел, в 1798-м даже возглавил школу переводчиков при коллегии, где преподавали китайский и маньчжурский, несмотря на то, что вполне очевидно, что это было очень важно и нужно, в 1801 году занятия в этой школе прекратились, поскольку у начальства никакого интереса к этим вопросам не было. В 1806 году он участвовал в посольстве Головкина в Китае, однако они добрались только до Урги, где от них потребовали такого профилактического кодхоу, от чего они, естественно, отказались и были вынуждены ни с чем вернуться обратно. Почти ничего из работ Владыкина не опубликовано, в архивах сохранился, опять же, манжурско-китайско-русский словарь, краткий летописец китайских царей и манжурская грамматика. Вообще, надо сказать, в 18 веке, нередко и в 19, среди членов русской духовной миссии люди, интересовавшиеся Китаем и пытавшиеся что-то про него узнать, были скорее исключением, потому что там в основном были люди только духовного звания, которые отправлялись туда скорее в рамках либо наказания, либо повинности, либо в надежде на дальнейшую карьеру и жили они там скучно. Эти 10 лет воспринималось как тяжелая ссылка, тем более, что тогда пекинский климат считался крайне нездоровым и смертность среди членов русской духовной миссии была довольно значительной. Так что многие, отправляясь туда, не надеялись вернуться обратно и, видимо, депрессия вызывала часто эти алкоголизмы, какие-то драки из воспоминаний и документов о деятельности русской духовной миссии в 18 веке гораздо легче найти какие-нибудь усилия начальника по тому, чтобы усмирить своих абсолютно несоответствующих моральному облику служителей русской православной церкви подчиненных и не то, что на изучение Китая, даже на организацию какого-то правильного окормления этих самых албазинцев, которых они должны были наставлять в православии и не давать им окончательно о китайце, даже на это часто не хватало ни времени, ни силы, ни желания. Поэтому вот эти немногочисленные люди, которых мы с вами говорили, как о китаистах 18 века, это замечательные исключения, которые настолько шли против общего настроения в миссии, что даже одно это стоит особо отметить и помнить. Начало 19 века было отмечено отправкой девятой миссии, которая находилась в Китае с 1807 по 1821 и возглавил которую Никита Яковлевич Бичурин, больше известный как монах Иокин. Никита Яковлевич был выходцем из семьи беднейшего священства, родился в Казанской губернии и с этого момента мы с вами на самом деле начинаем длинную историю роли Паволжья в формировании российского китаеведения. Вот когда русский рок у нас в основном сибирский, вот так даже в гораздо большей степени русское китаеведение 19 века это Паволжье и там почти нет других. Мы с вами это скоро увидим. Возможно по национальности он частично был чувашом. В 1799 году окончил Казанскую духовную академию и в 1800 принял монашество. Кажется не вполне добровольно, но это было нужно для дальнейшей карьеры, потому что в 1802 году, то есть в очень юном возрасте, там что, в 25 лет, он был назначен настоятелем Вознесенского монастыря в Иркутске, это была такая окраина империи, где нужно было вести миссионерскую деятельность, и тогда же он был назначен ректором местной духовной семинарии. Однако монахом он откровенно говоря всю жизнь был так себе, и видимо это во многом было связано с, ну видите, какой красавец мужчина, поэтому уже в 1803 году его обвинили в том, что под видом келейника он у себя держит девушку, привезенную из Казани, и кажется, так оно и было. Следствие длилось три года, и в 1806 он был в итоге запрещен священств, и сослан в Тобольск преподавателем, однако уже весной 1807 года с него сняли запрет и назначили главой девятой миссии, и в качестве аргументов значилось знание китайского языка, хотя, наверное, это было сильно преувеличено, поскольку непонятно, где в его предыдущей жизни он мог китайским хоть как-то даже заинтересоваться, не то что выучить, тем не менее, тут вот торговаться ему было незачем, и порядка 14 лет с 1808 по 1821 он провел в Китае, где, в общем, на самом деле, видимо, и сформировал сам себя, потому что если латынь, греческий, французский он, видимо, знал и до того, и именно это стало причиной его такой ранней церковной карьеры, хоть и неудачной, то, конечно, китайский, монгольский, манжурский он выучил уже в Пекине, причем выучил хорошо. Надо сказать, он был человеком очень разносторонне заинтересованным и образованным, в частности, например, вот этот вот портрет, изображающий его в китайском одеянии, видимо, был написан им самим, то есть он еще был и художником. Надо сказать, что, конечно, самым сильным направлением и самой сильной страстью Бичурина был именно интерес к новому, поэтому в Китае он во многом создал себя как образованного человека, он много занимался изучением Пекина и его окрестностей, жизни его жителей, истории культуры, учил языки, как я уже сказал, дружил и переписывался с католическими миссионерами, которые тогда были Семедог, Россия, Демая, хорошо знал публикации на европейских языках по Китае-Видне, этим, конечно, это вот такой сразу на много-много порядка вверх, да, качество знаний и качество подготовки, да, по сравнению с теми, с кем, со всеми, о ком мы говорили с вами до того. Делами миссионерства он занимался довольно мало, существует его перевод катехизиса на китайский, но на самом деле, если посмотреть поглубже, оказывается, что это католический катехизис, переведенный задолго до того и только чуть-чуть местами подрихтованный. В основном же он интересовался практически только наукой и даже просто службы проводились абы как. Уже с 1814 на него стали поступать жалобы и когда его сменили, то новый начальник миссии Петр Каменский, про который мы с вами еще говорили, был потрясен, насколько все было запущено, не отремонтировано, многое заложено и практически констатировал практически все средства миссии, в том числе полученные от заклада собственности, пошли на библиотеку самого Бичурина, которая была вывезена в Россию. Библиотека была действительно замечательная, но вот к своей функции начальник миссии он выполнял конечно из рук он плохо и видимо это было связано многом с тем, что религия вообще была ему не слишком интересна, он конечно был человеком науки, если иезуиты как-то умели совмещать интерес к науке с тем, что они были хорошими католиками, то вот Бичурин пожалуй не совсем. В итоге сразу после его возвращения в Россию в 1822 начался процесс, его сослали на год в Троито-Сергиеву Лавру, затем посчитав приговор слишком мягким, приговорили его к вечной ссылке на Соловки с лишением всех званий, затем приговор был немножко смягчен, ссылка была заменена на Валаам, где он вел себя тихо, но с позволения настоятеля не следовал правилам и на службе несколько лет не бывал, что для монаха как бы в 1826 году его удалось с Валаама вытащить, за него многие хлопотали, причем во многом аргументом было то, что у него есть много подготовленных работ по Китаю, которые надо публиковать, и соответственно, чтобы это можно было сделать, надо его перевести в Петербург. И здесь за него хлопотали и ученые, и Министерство иностранных дел. Соответственно, он был переведен в Александр-Невскую лавру, но получал жалования от Министерства иностранных дел, вел светский образ жизни и в монастыре практически не бывал. При этом то, что у него многое готово было совершенно верно, с 1827 по 1834 ему опубликованы 10 монографий за сколько там, 7 лет, и конечно, в основном они были готовы до того. Соответственно, из его интересов надо отметить прежде всего работы, которые связаны с переводами китайских источников и истории пограничных с Россией народов. Это вообще была одна из главных тем в дальнейшем для русского китайского ведения в целом, потому что народы эти во многом считались такой потенциальной сферой интересов России. Соответственно, какие работы его можно упомянуть. Из числа, как я уже сказал, истории пограничных народов это описание Тибета, в 1829-1831 вышли французские переводы, записки о Монголии, описание Джунгарии и Восточного Туркестана, истории первых четырех ханов из дома Чингисова, истории Тибета и Кукунора, историческое обозрение айратов или калмыков, что касается самого Китая, то это описание Пекина с приложением плана столицы, статистическое описание Китайской империи, Китая в гражданском и нарастном состоянии, а также материалы для изучения языка, это потом он преподавал, это опять же Сань Цзэдин, который мы с вами уже упоминали, Китайская грамматика 1835-го, дополненный вариант 1838-го и переиздана была в Пекине духовной миссией в 1808-м. За свои работы он четырежды награждался Демидовской премией и, наверное, самый главный его труд и самый известный это собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена в 1851-м году первое издание и, что, в общем, не бывало, был переиздом в Советский уже Рим, в Советском Союзе в 50-м, 53-м годах. Дело в том, что это уникальный, в общем, немножко напоминающий, наверное, работы Вигера, да, только гораздо раньше сделанный, и выдержки из огромного количества китайских летописей и хроник, касающиеся Центральной Азии. И работы это огромно, количество источников неучтенных совершенно замечательно, несмотря на то, что, в общем, уже давно появились некоторые указания на то, что этот перевод не совсем академический, он часто пропускает непонятное, он не очень удачно реконструирует исходные термины, топонимы, этнонимы по китайской фонетике, может, вообще с китайской фонетикой у него были свои такие счеты, не очень простые, он многое не переводит и пересказывает. Тем не менее, ценность этих сведений такова, что в советское время она была переиздана, и многие поколения специалистов по Центральной Азии, по кочевникам и так далее, жили просто на этих переводах Бичурина, потому что самостоятельно перевести эти китайские тексты не могли. И работа это, конечно, одна из самых значительных работ, собственно говоря, вообще всемирного китайского ведения для середины XIX века, в общем, совсем неплохая. При этом, надо сказать, что многое у него осталось неизданным, он, например, полностью перевел Дзэджетхон Дзэнгаму, помните, это мы с вами говорили про основной из всеобщего зерцала управления помогающего, который был составлен Джуси в качестве такого краткого краткого абриса китайской китайской истории, то, что было переведено на французский язык де моя, вот на русский было переведено Бичуриным, к сожалению, до сих пор лежит в Петербурге в архиве неиздан, наверное, когда-нибудь издадут. Также им было переведено Шаншу, которое недавно только было издано, и многое другое из него от него осталось больше. Он, конечно, был такой очень книжный человек, и вот это его послепроцессная, так сказать, жизнь, она была крайне продуктивна с точки зрения публикации, и он был вполне вхож в всякий такой пушкинского времени высший свет, кажется, был знаком с декабристами, и, повторюсь, вел жизнь совершенно такого именно светского ученого, а ни в коей мере не монаха. С 1830 по 1832 был в экспедиции в Забайкалье, где изучал тибетский буддизм, тогда же он подал прошение о выходе из монашества, но разрешено этого не было, и так до конца жизни он монахом и оставался. С 1835 по 1837 работал в Кяхте, где им была основана Кяхтинская школа китайского языка, существовавшая долго и после его отъезда обратно. Для нее была создана программа и переведены многие тексты, которые, собственно, мы уже упоминали. Вообще, это была первая школа, где была настоящая уписанная программа. Школа Рассохина и Джоу Гэя они таким программой похвастаться не могли. До конца 40-х годов очень много работал, умер довольно печально, поскольку он немножко, видимо, потерял рассудок. Бичурин много времени проводил в богодельне Александра Невской Лавры, и была какая-то странная история, правда, он ушел в лес, и потом его нашли привязанным к дереву, видимо, в течение долгого времени, при этом золотые часы у него не взяли, он говорил, что его привязал нечистая сила, и, в общем, так в итоге он и умер в некотором небрежении, но, к сожалению, с бессемейными людьми, да и с семейными, что уж говорить, так бывает, но в любом случае, это совершенно, естественно, неважно, просто для интереса рассказано, конечно, Якин Фбичурин это первый заметный во всемирном масштабе русский китаевед, которого хорошо знали и знают не только в России, но и за границей, и здесь, пожалуй, не то, чтобы количество переходит в качество, как я уже сказал, к точности его перевода, его подходам, есть много вопросов, но сам объем информации, которую он ввел в научный обиход, вызывает бесконечное уважение, мало кто, пожалуй, с ним может в этом плане сравняться. После руководства Бичурина русская духовная миссия в Пекине наконец стала превращаться в по-настоящему научное и хорошо организованное заведение, но это тот самый случай, когда после не значит следствие, потому что во многом это произошло именно из-за того, что Бичурин работу в миссии довел до невероятного состояния, нужно было найти человека, который сможет там все поправить. И таким человеком стал, кажется, его уже упоминали, Павел Иванович, Каменский, Петр Каменский, который, собственно, и возглавил следующую миссию. Родился он в семье священника Нижегородской губернии и окончил духовную семинарию, там же уже тогда участвовал в составлении русско-татарско-чувашско-черенистского словаря, хотел поступить в университет, но денег хватило только на народное училище, поэтому он стал учителем. С 1792 года работал в Санкт-Петербургском воспитательном думе, преподавал правила гражданской жизни арифметику и вскоре подал прошение о вступлении в восьмую духовную миссию в качестве студента по пути в Китай, видимо, испугавшись трудностей. В 1794 году он просил уволить его из миссии за неспособность категорическую к китайскому и манчжурскому языку, но, к счастью, у него не было денег, чтобы вернуть 100 рублей, которые были получены, жалования от коллеги иностранных дел, и поэтому он не был отпущен, а остался. С 1794 по 1808 год провел в Пекине, хорошо выучил, несмотря на страх оба языка, переводил даже для китайского двора. В это время, кстати, в Китае были очередные гонения на католиков, и католические миссионеры находились на полуподпольном существовании, поэтому русская духовная миссия тогда помогала им связываться с внешним миром и приняла на хранение многие книги, до этого принадлежавшие католическим миссиям, которые там в частности многие остались. Тогда Каменский много переводил как по испангольской истории, так и трактатов по медицине, был составлен русско-китайский медицинский словарь. Миссия была одна из самых тяжелых. К 1808 году из 11 членов миссии в живых осталось только пятеро, и уже тогда видимо задумался о том, что быт миссии нужно налаживать гораздо основательнее, чем было до того. После возвращения с 1809 года Каменский был прикреплен к азиатскому департаменту коллегии иностранных дел, и в общем особенного роста там с ним не происходило, поскольку, как мы уже говорили, интерес к Китаю было немного. Тогда же он читал курс современной истории Китая в Санкт-Петербургской духовной академии. Результатом этого периода его жизни должен был бы стать совершенно замечательный памятник, который был им закончен к 1817 году. Это был китайский монголы-манжуро-русско-латинский лексикон, на который была выделена очень большая сумма денег, планировалось к 1823 году его издать томом в 1200 страниц, 100 экземплярами, и здесь это мог бы быть как бы наш ответ словарю дегиня, но и несмотря, и в общем все шло к тому, несмотря на то, что многие рецензии были отрицательны, в частности Абель Ремюза например написал, что словарь неудобен, потому что слова в нем составлены не по алфавиту, а по темам, это была конечно дань китайской традиции, где словари часто бывают тематические, но кончилось тем, что деньги разворовали, и соответственно словарь этот никогда не был издан, что очень жаль. Вообще надо сказать при жизни у Каменского опубликовано очень мало работ, в частности например журнал путевой журнал Спафария, в остальном мало, и в основном все осталось в рукописях. С 1818 года именно он был выбран человеком, который будет готовить и возглавить следующую миссию, подошел к этому крайне осознанно, все люди, которые были выбраны в миссию были добровольцами, были включены специалисты по естественным наукам, был штатный врач, который должен был позволить все-таки не большему проценту миссии остаться в живых после отправленной службы, и именно в этот момент в 1819 году, то есть в возрасте уже 55 лет, Каменский был пострижен в монашество, поскольку не монах не мог возглавлять миссию, вот это благообразная картинка, которую мы видели, это как раз его образ последних лет жизни, а не основной части. Соответственно, с 1820 по 1830 он провел в Пекине, где в основном занимался восстановлением хозяйства, полностью разрушенного Бичуриным, выкупал распроданное и заложенное имущество, расширял библиотеку, в это время впервые начинаются регулярные литургии на китайском языке, для них тексты перевел Дмитрий Петрович или Даниил Севилов, мы про него еще поговорим, с 1825 была устроена школа для албазинских детей, благодаря тщанию ему удалось вернуть в православие 53 человека албазинцев, кроме этого он постоянно делал, как все и другие главы миссии, занимался всякими государственными делами, то есть шпионажем, постоянно переписывался с иркутским губернатором, рассказывая ему о делах в Китае, для конспирации они переписывались по-гречески, чего было в общем совершенно достаточно. Тогда же для нужд вероучительства он перевел на китайский, монгольский, манчжурский трактат о подражании Христу Фомы Кимпийского, что, конечно, тоже вызывает уважение, потому что он, несмотря на то, что в принципе практически всю свою жизнь он был человеком светским, он при этом с большим тщанием относился именно к миссионерской деятельности миссии, это большой контраст с Бичурином, который, будучи всю жизнь человеком церковным, тем не менее, и к миссии, к вере относился, конечно, более чем привательски. Это была практически первая, вот эта десятая, практически первая миссия, где никто не умер, и где было довольно много, что удалось сделать, причем не какому-то одному герою типа Бичурина, а вообще всем, системной, в том числе по делам миссии. Возвращение в Россию, Каменскому предлагали стать астраханским епископом, но он отказался, удалился в монастырь в родных местах, это так называемый Федоровский городецкий монастырь, который тогда был в разрухе, и Каменский потратил несколько тысяч личных средств на его ремонт, в том числе для этой цели продал пожалованный царем алмазный перстень. Потом царь об этом узнал, и, значит, денег на ремонт дали дополнительно, ну и, собственно, в этом монастыре Каменский и жил до конца дней. Надо сказать, что он, конечно, очень не любил Бичурина, за которым он все исправлял, и бронил его не только за бесхозяйственность, но и за научный метод. В его китайских переводах он находил много неточностей и длиннод, но также, ко всему прочему, он был как раз из тех китайведов, которые предпочитал манчжурский текст. Он вообще очень с большим пиететом относился к империи Цин, считал ее замечательным государством, и его переводы из манчжурской версии Юаньши, свои переводы он считал гораздо более правильными и четкими, чем бичуринские переводы из китайской версии Юаньши, не только потому, что сам считал себя лучшим переводчиком, и потому, что исходный текст гораздо более простой и четкий, и он считал, что тут просто нужно правильно выгодить, хотя здесь мы не можем с ним согласиться, поскольку, конечно, даже если текст короче и четче, все равно, конечно, мы должны выбирать тот текст, который старше, потому, что дальше это все тем дальше, тем больше всяких дополнений. Впрочем, к разговору о манчжурских версиях китайских летописей мы с вами еще через некоторое время веруемся, тогда говорим поподробнее. К этому же поколению, пожалуй, стоит отнести Захара Федоровича Леонтьевского, который родился в Ярославле в семье нотариуса, окончив гимназию поступил в главный педагогический институт, который потом во многом стал Санкт-Петербургским университетом, учился там на дипломатическом факультете, после окончания был зачислен в десятую миссию Каменского, провел в Китае до 29-го года, составил описание дорог Китая аж на 1590 страниц, после возвращения с 1832 по 1866 служил переводчиком в Азиатском департаменте коллегии иностранных дел, тогда им было переведено на китайский три первых тома российской истории Керамезина, составлен китайско-манжурско-русский словарь, естественно, не изданный, писал много статей в энциклопедии, из интересного он, например, в 1830-м открыл в Петербурге первый частный музей китайской культуры и быта из привезенных вещей и рисунков, сейчас часть из его коллекции в кунсткамере, а монеты были куплены насколько я знаю, Эрмитажем. Из этого поколения, пожалуй, стоит упомянуть Захара Федоровича Леонтьевского, который родился в Ярославле в семье нотариуса, окончив гимназию поступил в главный педагогический институт, который потом во многом лег в основании Санкт-Петербургского университета и учился в математическом факультете, после окончания зачисленной в десятую миссию Каменского, провел в Китай до 1929 года, из его крупных достижений стоит отметить описание дорог Китая на 1590 страниц, но не опубликовано. С 1832 по 1866 служил переводчиком в Азиатском департаменте коллеги иностранных дел, перевел на китайский три первых тома русской истории Карамзина, составил китайский манжурорусский словарь, конечно, тоже не издан, много статей в энциклопедиях, единственное, что у него опубликовано, заинтересно, он в 1813 по возвращении на некоторое время открыл в Петербурге первой частной музеи, посвященной китайской культуре и быту, благодаря привезенным им предметам и рисункам. Часть коллекции его сейчас в комфткамере, а часть в Эрмитаже. Стоит сказать и о Григории Михайловиче Розове, который происходил из духовного звания новгородской губернии, окончил новгородскую уже семинарию и в 1829 был зачислен псаломщиком 11-й миссии, которую возглавлял Вениамин Марачевич. С 1931 года миссия находилась в Пекине. Через год Розов подал прошение начисления его на место студента, которое оказалось вакантным и это было разрешено. В 1933 году он был исключен из духовного звания и заканчивал уже студентом. После возвращения в Петербург с 1842 года он был зачислен также в азиатский департамент переводчиком с манжурского языка, но быстро умер в 45 лет от чахотки. Это была, к сожалению, частая судьба тех, кто оказывался удачлив в карьере и, соответственно, кого переводили в Петербург, который был удивительно вреден для здоровья гораздо хуже, чем Пекин. Библиотека его была приобретена азиатским департаментом. Она, так сказать, была очень со вкусом подобрана. Там была масса и китайских, и манжурских книг, и исторических, и канонических, художественной литературы, словари. И здесь тоже можно думать, что перед нами пример ученого, который имел огромный потенциал развития, но который не был реализован. Единственная работа Розова опубликована, была опубликована через почти 150 лет после его смерти. Это как раз перевод манжурской версии летописи государства Дзинь по манжурски Анчунь-Гурунь, Анчунь-Гурунь-Судури, на самом деле, правильно так. И это, между прочим, заставляет нас остановиться на интереснейшем моменте, а именно феномене манжурских переводов китайских летописей. Надо сказать, что еще до завоевания Китая в 1636-1639 при Цинском дворе был составлен специальный комитет, который должен был перевести с китайского на манжурский основные записи, то есть основную базовую хронологическую часть истории трех иноземных династии, так называемые китайской Ляо, джурджинской Дзинь и монгольской Юань. Соответственно, они присматривались, как чужаки правили Китаем, и это было сделано быстро и на очень высоком уровне, и очень рано это заметили, в том числе, российские китайские, и веды, поскольку тексты эти выгодно отличались от китайских краткостью, простотой, поскольку алфавитный язык, и вообще простотой изложения, поскольку манжуры все-таки хотели, чтобы это было понятно, в том числе не таким противоестественно образованным людям, как китайские элиты. Этими текстами занимался и Петр Каменский, занимался Розов, но, к сожалению, все их результаты работы, как и многое другое, как мы видели, не были опубликованы тогда, когда они были сделаны, и в итоге они опубликованы только недавно, благодаря во многом усилиям замечательного человека, Виталия Епифауна Челаричева, который был учеником академика Окладникова, самого главного археолога Сибири, и в дальнейшем работал в Новосибирске, заведовал историей в Институте истории, археологии, этнографии Дальнего Востока Сибирского отделения Российской Академии Наук, выпустил множество собственных книг, как научных, так и научно популярных, по Сибири, по Китаю, в частности, занимался и наследием. Он привлек, к сожалению, одного из последних наших манчжуристов, Людмилу Васильевну Тюрюмину, к тому, чтобы заниматься вот этими манчжурскими вариантами. В итоге, вот первый был вышел перевод Розова, а в дальнейшем удалось в 2007 году издать историю Ляо, которая перевела Тюрюмина, и, наконец, последний, это первый том «История Юань», где первые три тетради переведены Тюрюминой, а четвертая, шестая, про Хубилая, переведены Каменским. И обещали второй том, но, к сожалению, вот поскольку Ларичев скончался, то не знаю, какова судьба этого проекта. Я очень надеюсь, что это будет издано, потому что сам факт, когда вещи издаются через века практически, после того, как они были подготовлены, это очень правильный и верный, и так, значит, надо всегда по возможности делать. Здесь же, пожалуй, уместно сказать про Дмитрия Семеновича Чеснова, или Аввакума Чеснова, он так известен гораздо больше. Родился он в Тверской губернии, окончил Тверскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, а с 1829 года оказался в 11-й миссии Вениамина Марачевича, также в Диерозов, преподавал там в школе для албазинцев, с 1836-го после обедни регулярно читал китайские проповеди, что было тоже в новинку, в 1840-м перевел на тибетский язык Евангелие от Луки, с 1835-го, после того, как Марачевич вышел в отставку, ему пришлось исполнять обязанности главы миссии, что он с честью сделал, по возвращении он был прикреплен, несмотря на духовное звание, к Азиатскому департаменту, и там составлял каталог китайских, манжурских, монгольских, тибетских и санскритских рукописей, которые собрались в библиотеке Азиатского департамента, там 609 номеров, замечательно аннотированных и собранных, вышел каталог в 1943-м году без имени автора, это единственное, что вышло у Авакума Чеснова, кстати, за этот каталог он в 1844-м получил звание Архимандрита, это вот так работала православная церковь в Российской империи, когда за заслуги перед коллегией иностранных дел можно было получить Архимандрита. В дальнейшем он оказался на роли, наверное, лучшего и самого востребованного переводчика с китайского языка. В 1852-м, в 1854-м он находился в составе миссии Путятина в Японию, на знаменитом фрегате Паллада, на котором также плыл Иван Гончаров, который все это прекрасно описал. В 1855-м году стал переводчиком при генерал-губернаторе Восточной Сибири Муравьеве Амурском, который готовил передел границы присоединения к России Нижнего Преамурья Уссурийского края. В 1857-м, в 1858-м находился в миссии Путятина в Китае, участвовал в подписании тензинских договоров, к этому мы еще вернемся, а в 1859-м снова отправился с Путятиным в Японию на переговоры о стадусе Сахалиной. Все это показывает, что раз такой уже немолодой человек практически не имел времени, чтобы не быть в составе какой-нибудь миссии, это говорит о том, что он был единственным доступным тогда такого уровня специалистом. С 1860-го года жил в Александр-Невской лавре, после него осталось ряд неопубликованных рукописей, в последнее время издан некоторое количество его писем, которые прекрасный источник по истории миссии, очень информативный, при этом очень доброжелательный. Важной датой было оформление университетского китаеведения в России, которое произошло внезапно на базе Казанского университета, опять по Волжье, где с 1807-го года работал восточный факультет, вот там в 1837-м году была организована кафедра китайской словесности, которую по протекции Михаила Николаевича Мусина-Пушкина возглавил уже упоминавшийся нами Дмитрий Петрович Вилей Даниил Сивилов. Родился он в Саратовской губернии в семье Причетника, в 1808-м поступил в Пензенскую гимназию, где получил свою замечательную фамилию, отправлен был в Петербург учить медицину и в 1819-м примкнул к 10-й миссии Каменского, был пострижен в монашество и с 1820-го по 30-й год провел в Пекине был казначеем миссии, как помним переводил на китайский язык некоторое количество богослужебных текстов. С 1832-го был настоятелем Московского Золотоустовского унастыря, был такой в Белом городе, взорван в советское время, с 1837-го получил место в Казани и там же, кстати, он был не только профессором и главой кафедры, но и настоятелем Притеченского монастыря. Им был разработан конспект для преподавания китайского языка, это, пожалуй, мы с вами говорили, что у преподавания китайского языка в России довольно сложная история, Рассохин и Джоу Гэ преподавали вообще непонятно как у Бичурина была грамматика и опять же Сан-Зе-Дин, вот Сивилов первым создал текст по методике преподавания, им же была подготовлена хрестоматия для изучения китайского языка, но она не вышла, поскольку на нее написал отрицательный отзыв Бичурин, требовавший, чтобы Сивилов переделал транскрипции на его бичуринские, чего Сивилов делать не хотел. Вообще надо сказать, что работать там было тяжело и очень хлопотно, поэтому в 1844 году он попросил о переводе его в Иркутскую епархию, причем библиотеку свою замечательно наставил университету, занимался он проповедью у Бурят, а также среди собайкальских старообрядцев, так называемых ветковцев, это семейские, высланные в Сибирь из Белоруссии, после того, как Белоруссия оказалась во власти Российской империи, после раздела Польши, в 1863-м Даниил возглавил Борисогребский монастырь Ярославской епархии, был благочинным над углическими монастырями, что касается его работ, то известно, что он перевел четверокнижие, кое-что из этого перевода уцелело, и было опубликовано в 2012 году в Восточной коллекции, также он переводил Шудзин, Шидзин, трактат Лаодзе и Минсиньбао Дзянь, драгоценное зерцало просвещения сердца, помните, мы с вами говорили, это была первая китайская книга, переведенная на западный язык, еще испанскими миссионерами на Филиппинах. Вот от этого перевода, кажется, что-то осталось, говорят, что в библиотеке Борисогребского музея без начала и без конца эта рукопись есть, но, к сожалению, головы на отсечение не дам, поскольку не было, вообще стоило бы проверить, в остальном, к сожалению, все пропало. После Севилова кафедру в Казанском университете, которая стала называться Китайско-Манчжурской кафедрой, возглавил Осип Павлович Войцеховский, который был первым профессором-манчжуристом в России, он родился в Киевской губернии, закончил Киево-Манчжуринскую академию, в 1819 окончил медико-хирургическую академию в Петербурге, был назначен штатным врачом 10-й миссии Каменского, за успешное извлечение какого-то монаршего родственника, он даже получил памятную доску на дом, в котором он жил на территории миссии в Пекине, он составил, как известно, китайско-манчжурско-русский словарь, который, к сожалению, естественно, тоже не издан, и кое-какие другие у него были работы, тоже не опубликованы. Его учеником был крайне интересный человек, которого звали Николай Иванович Зоммер, он родился в Саранске, в семье преподавателей рисования, в 1837-41 учился в 1-й казанской гимназии, где, естественно, по собственному почину учил китайский и манчжурский у Сивилова и у Войцеховского, в 41-м году поступил в Казанский университет, уже в 44-м году по своим невероятным талантам его рекомендовали для подготовки к званию адъюнкта Императорской Академии наук в Петербург, тогда в Петербурге очень не хватало квалифицированных специалистов по Востоку и вот именно в Казани они их искали. В 45-м году он защитил кандидатскую диссертацию об основаниях новой китайской философии, это Анео Конфуцианстве, очень хороший, большой и на прекрасном уровне исполненный текст. В 1847 году он защитил магистрскую, которая, к сожалению, утрачена, но в том же году, в вводе 23 лет, он умер от холеры, кандидатская его была издана в 1852 году, что, по-моему, случай уникальный, поскольку на тот момент кандидатская диссертация была эквивалентна на современной бакалаврской, то есть это самая первая квалификационная работа, и чтобы такое публиковали, это показатель ее не только сочувствия к несостоявшейся жизни автора, но и показатель ее высокого качества. И, в общем, Зоммер, конечно, был первым китаистом в России, который был полностью университетским, никак не связанным с духовной миссией, кроме факта того, что его учили выходцы из этой духовной миссии. И чего бы он мог достичь, можно, в общем, только предполагать. В 1855 году Восточный факультет Казанского университета был закрыт, его личный состав, часть студентов и библиотека переведены в Петербург, где основывался уже новый Восточный факультет и двух в Российской империи было в то время совершенно ни к чему. На этом мы с вами заканчиваем наш с вами разговор. В следующий раз мы продолжим говорить про российское китаевидение 19 века. И пока нужно закрепить несколько моментов. В первую очередь, это, конечно, как вы видите, почти все люди связаны с российской духовной миссией. И почти все люди не столичные и не из элиты, а наоборот из далеких провинций, которые благодаря своим знаниям и желанию их в тяжелейших условиях приобретать и распространять, чего-то добивались. Хотя это чего-то не так часто было связано с какими-то мирскими благами и вообще наградами от властей, которые на это были довольно-таки скупы. И, к сожалению, это же касалось их работ, которые в большинстве о своем оставались неопубликованными и многие из них неопубликованы и по сей день. Спасибо.